Девчонки, всем привет! С вами Леся и сегодня у нас Look Fantastic Box за октябрь месяц. Очень его ожидала и, конечно же, я уже знала, что там находится в составе. И, если честно, я в восторге от этой коробки. На моей памяти, вот, чтобы меня так зацепило, это вторая коробка. Ну, или третья, я помню, давным-давно тоже я неплохо оценила коробку. Ну, там не совсем мои продукты были, но как бы в общем, да. А тут прям вот под меня, вторая коробка, прямо под меня. Кстати, я подписана на год от этого меньше сумма. Стоимость ее 1300 рублей. И, девчонки, я рада-рада. И буду, конечно же, когда закончится подписка, продлевать ее. Собственно, ну что ж, приступим. У нас такая вот красивая фиолетовая коробка. Прямо какая-то такая, знаете, благородная, что ли. Ну, не важно, да, не суть. Что же, перейдем к самой коробочке. Итак, во-первых, здесь был, как всегда, журнал. Но его благополучно я отдала ребенку. Ну, и он не особо играет роли, как я всегда говорю. Ну, и, собственно, здесь еще у нас находится вот такая вот, ну, не брошюра, мини-книжечка, да. И затравочка на следующий. Так, у нас, кстати, девчонки, может быть, кому-то нужен вот такой вот индивидуальный промокод на покупку адвент-календаря, потому что сразу отвечаю на ваши вопросы, потому что был не один вопрос, буду ли я его покупать. Нет, не буду. Нет, не интересен. Часть продуктов уже попадались либо же в коробочках, либо же в подарок за покупку, часть из которых я просто выбрасывала, там один нюд. В общем, мне этот состав не интересен. Да, он дорогой, да, он окупается, но совсем не под меня, поэтому покупать я не вижу смысла, поэтому нет, покупать не буду. Насколько я понимаю, вот эта вот затравочка на следующий месяц, это у нас с витамином Е, баттер для тела от Еспа. Да, вот так вот. Ну что ж, приступим, приступим, девочки. Я коробкой безумно довольна. И первое, что здесь было, это анонсированный продукт. Вот такая вот маска. Смотрите. Ох-к. Такая вот маска. Маска голографическая, что уже очень-очень интересно, то есть такая какая-то необычная. Прикольно, что Look Fantastic, ну, не всегда, но по большому счету, вкладывает какие-то интересные маски. То бабл маска, то какая-то очень дорогая маска, то какие-то патчи с узорами. В общем, не просто, вы знаете. Вот такая вот маска голографическая и прикольная такая упаковка. Конечно же, воспользуюсь, мне кажется, все воспользуются этими масками, кто закажет бокс. Кстати, бокс вы до сих пор можете заказать до конца месяца, в принципе, без проблем, если он вам понравится. Далее у нас что? Во-первых, аксессуары. Я всегда говорю о том, что я за то, чтобы вкладывали аксессуары, потому что они всегда актуальны, их все практически могут применить, да. Ну, конечно, бывает, например, как подкручивалка для ресниц. В общем, керлер, не знаю, как он называется, этот агрегат. Вот он мне бы совсем не нужен. Ну, потому что просто у меня ресницы сами по себе завитые, да. То есть, ну, сами по себе от природы. Ну, может, у кого прямые, тот бы и воспользовался. Но не суть. И здесь мы видим, что у нас здесь расческа от марки Wet Brush Mini Detangile. В общем, это мини-формат, насколько я понимаю. У меня в оттенке черная. Смотрите. Вот так вот она выглядит. Она такая какая-то упругоподатливая, что ли. Кстати, я давно хотела попробовать эту... Я давно хотела попробовать эту расческу, потому что о ней наслышано. Но вот где ее купить, я даже не знаю. Потому что Tangle Teaser, он более как бы известный, да. И Tangle Teaser представлен в разных магазинах. И Эльдебатэ, и, в общем, Сифара, и Ревгош. Ну, таких вот, которые не делают, да, поделки. А вот эта вот марка Wet Brush, я даже не знала, где приобрести. Поэтому просто хотела. Думала, что когда-нибудь, надеюсь, все-таки куплю. Потому что действительно говорят, что хорошо с волосами справляется. Распутывают нежно и аккуратно и так далее. Даже доходило до такого, что как-то глэмбоксы вкладывали, не помню в какую коробку, расчески Wet Brush. Но это были поделки. Даже так. Поэтому, девчонки, смотрите, их очень подделывают. Лучше брать где-то на проверенных сайтах. В общем, рада, что попалась эта расческа. Рада, что, наконец-то, я ее попробую. Очень крутое наполнение, да, так можно сказать. Далее. Далее еще один аксессуар. Это у нас вот такая вот кисть. Кисть для растушевки, наверное, теней. Девчонки, не буду ее вскрывать. Потому что хочу вам сказать, что я... У меня, во-первых, много кистей. Я уже многое дарила. Новые наборы дарила. И, в общем-то, пару раз БУ, да. В общем, очень много всяких кистей. И в подарок приходили. В основном, да, как бы в подарок. И что я могу вам сказать. Я пользуюсь аппликаторами для нанесения теней. Мне кажется, они очень круто передают пигментацию. Намного лучше, чем кисть. И у меня, в основном, это азиатский макияж. В плане того, что просто я подвижная века как-то оформляю. То есть, у меня нету там 3-4 оттенка. Ну, это очень редко. Поэтому я эту кисть открывать и не буду. Я ее, наверное, подарю кому-нибудь. Ну, а там посмотрим. Ну, в любом случае, кисть всегда, мне кажется, актуальна. И в коробке. То есть, ну, такой хороший, приличный вариант. Далее, девочки. У нас еще полноразмерный продукт. Это бальзам для губ ЕОС. Шиммер Коралл. Так вот он должен выглядеть. Если честно, немножко хотела другой. Потому что они рандомно попадаются. Так как и оттенок расчески. К сожалению, у меня черный. Но, ладно, будем считать, что это классика. Был такой ЕОС. Вот у меня должен быть просто вот такой вот бальзамчик. А там такой белый, да, жемчужный. И он полностью прозрачный бальзам. И так давно хочу или помаду, или бальзам. Вот что-то такое вот там, где прозрачный. Да, как желешка какая-то. Ну, очень меня прет такое вот оформление. Ну, нет так нет. С удовольствием воспользуюсь. В принципе, я с бальзамами ЕО знакома благодаря коробочке Look Fantastic. Скажу честно, 500 рублей сама своих я не готова отдавать, чтобы приобрести, пойти в магазине этот бальзам. Но когда он попадается в коробочке, я рада и с удовольствием использую. Но все равно могу вам повториться, что своих денег он однозначно, на мой взгляд, не стоит. Далее просто меня безумно обрадовала. Я рада, что мне попалась от марки The Balm нашумевший супер-упер знаменитый хайлайтер Mary Lou. Девочки, я так его хотела попробовать. Но вообще собиралась покупать Cindy Lou, потому что он там розовый, да. Но говорят, что Mary Lou, он там по качеству просто сумасшедший. И вот The Balm тоже попадается рандомно. Сейчас я вам покажу, да, что может попасться. Видите, как расчески. И может попасться именно, либо же Mary Lou, либо же вот Alternative Rock тени, либо же Fuller Again. Я знаю, что в таком вот оформлении какие-то такие персиковые тени попадались. Ну, не совсем моя тема, но я все равно думала, если они попадутся, то я все равно воспользуюсь, попробую. Потому что с маркой The Balm я не особо знакома, а всего лишь у меня тушь была. И все. Ну, теперь будет и Mary Lou, чему я безумно рада. Я просто обожаю их дизайн, их оформление. Вот этот вот винтажный ретро стиль. Это просто, я кричу, пищу, потому что я обожаю вот винтаж, подвинтаж. Вот все это, это мое. Просто супер красота. Вот так вот он внутри выглядит. Ну, это оттенок шампань. Будем, конечно, пробовать, тестировать. Я безумно рада, что мне он попался, девочки. Ну, и шестой продукт, это от марки Polar. Это у нас крем для рук. Вот такой вот. Если честно, девочки, не особо помню, с чем он. Но он вроде как питательный должен быть, потому что, вот смотрите, тут прям такое оформление, как свитерок. Да, такой. Лаплант. Арктик. Ну, что-то такое, может быть, ягода какая-то. Ну, в общем, с удовольствием воспользуюсь. Конечно же, рада. Я обожаю крема для рук. Вы меня знаете. И смотрите, какой классный состав. Всего лишь за 1300 рублей, девчонки. Я просто пищу. И, ну, блин, это реально крутая коробка. Реально крутая. Здесь аксессуары полноразмеры. И, ну, декор, уход. Все супер, девочки. Обалденно. Я вот довольна. И супер-супер. Ну, это все, что хотелось вам показать. Надеюсь, вам было интересно и полезно. С вами была Леся. Всем пока-пока.